Всем привет, дорогие друзья! С вами Gameplan, и первая игра на сегодня называется 100 Doors 2. Это продолжение легендарной аркады про 100 дверей, и что ж, давайте посмотрим на неё. Здесь нам, так же, как и в первой части, необходимо будет разблокировать 100 дверей и пройти на уровень дальше. Начнем с первого уровня, он достаточно элементарный, необходимо нажать всего лишь на кнопку вызова лифта. А вот дальше вам уже предстоит немножко начинать включать свои мозги. Во второй миссии вам необходимо просто вот таким вот своеобразным действием перекатить шарик, и чтобы он нажал на две кнопки, и тогда миссия будет пройдена. Соответственно, первая миссия является своеобразными обучающими, потому что здесь присутствуют подсказки. А вот дальше вам действительно придется поломать свою голову. Например, уже здесь вам необходимо будет ввести пароль. Но пароль в третьей или в четвертой миссии тоже достаточно элементарный, и написан он на стене и над самим лифтом. Пишем 5, 1, 2, 7, окей. Ура! Лифт открыт, и миссия пройдена. Думаю, многие любили данную потрясающую головоломку, и теперь с удовольствием поиграют в её продолжение. Вторая игра называется Legendary Wars. Это стратегия, достаточно интересная, оригинальная, но, возможно, идея её далеко не нова. Итак, давайте посмотрим, что же здесь от нас будет требоваться. Для этого мы отправляемся уже во вторую миссию, и здесь мы сразимся со силами зла. Мне в игре понравилась графика, и анимация в игре тоже, я бы сказал, не подкачала. Всё здесь достаточно плавно и чётко работает, и самое главное, в кнопочке есть такая возможность, как ускорение. Перед началом игры, точнее миссии, нам необходимо выбрать одного или несколько воинов, то есть те, которые у нас имеются в наличии, для того, чтобы мы могли их нанимать в процессе игры. А дальше нам необходимо начать добывать вот такую вот золотую руду, за счёт которых мы будем нанимать уже наших воинов. Вот этот вот шахтёр, он выносит руду, если мы у него забираем, то он быстро отправляется в шахту. Если мы же забирать не будем, то он будет тратить время, пока сам отнесёт это золото на место. Итак, теперь у нас достаточно денег для того, чтобы нанять воина. Нанимаем воина, он нанимается достаточно быстро и выходит из этого замка. Дальше нам необходимо дать ему приказ напасть. Воин может ходить не только вперёд, но ещё и также может перемещаться вдаль. То есть здесь несколько полос движения, которые вам необходимо будет оборонять в своём замке. Локации достаточно большие, давайте посмотрим на сколько. И вам необходимо будет отразить все силы скелетов и, соответственно, перейти далеко вперёд. Давайте ещё чуть-чуть поиграем и посмотрим на другие элементы управления, которые здесь присутствуют. Есть такой элемент управления, как ускорение. Можно сделать двойное ускорение. И также ещё есть вот такая вот возможность, это суперудар. Сейчас как раз у меня энергии хватает, и благодаря суперудару мы можем наносить сокрушительные удары. То есть с одного удара сразу вырубать одного из скелетов. Таким вот образом отдаём приказы, где, кому и когда атаковать. И наша цель — защитить наш замок, то есть не дать ему им разрушить. В принципе, достаточно неплохая игра в жанре стенка на стенку получилась. Игра имеет свои особенности, свои приятные моменты и, думаю, заинтересует достаточно многих. Третья игра называется Air Type 2. И это скролл-шутер, который получил вторую жизнь благодаря его порту на Android. Давайте посмотрим, что из себя представляет данный скролл-шутер. Здесь имеется шесть миссий и также ещё несколько режимов игры. Неограниченный, стандартный и безумный. Но чтобы разблокировать безумный, необходимо для начала завершить все миссии. Они не такие просты, какими кажутся. Итак, нам необходимо в роли космического корабля образить просторы Вселенной и уничтожать тысячи вражеских космических кораблей, которые не только будут лететь на нас, но и в будущем стрелять. Думаю, и с боссами здесь проблем не должно быть, потому что в таких играх они всегда присутствовали. Однозначно, игра обещает быть очень горячей, очень интересной. И самое главное, никакого доната, потому что раньше в играх просто такого не было. Игры были настоящим произведением искусства, а не средством для зарабатывания денег и прочего вот такого вот неприятного момента. Кто любит скролл-шутеры, кто любит ретро-игры, однозначно скачивайте, играйте, проходите. И если вы еще ни разу не играли в эту игру, обязательно ознакомьтесь с ней. Последняя игра на сегодня называется 8-Step Tower. Эта игра сделана в 8-битном стиле, и давайте посмотрим на нее. Управление в игре осуществляется всего лишь одним пальцем. Вам необходимо просто нажимать на экран, и тогда ваш персонаж в виде вот такого вот красного рыцаря будет перемещаться. Итак, давайте попробуем пройти на пути. Вам будет встречаться множество различных вражеских элементов, и также принцесс, которых нельзя убивать. Давайте попробуем еще раз. Если вы нажимаете более двух раз на кнопку подряд, то рыцарь выставляет свой меч и тем самым может уничтожать врагов. Если же нажимать по одному, то ничего такого не будет. И именно это нужно соблюдать в случае, когда вы находитесь рядом с принцессой. Так, пусть дракончик извернет свое пламя, и после этого мы его просто миленько вот так вот зарубим. Ну что ж, давайте попробуем отковать каплю, никаких проблем. И впереди нас ждет смерть с косой. Давайте лучше пробежим и не будем ее на всякий случай трогать. И таким вот образом вам необходимо залезть как можно выше в этой башне, и не умереть. Умереть здесь можно не только от вражеских вот этих вот элементов, но также еще и упав вниз. Вот так вот печально закончилась моя игра сейчас, и я на этой прекрасной ноте буду прощаться с вами. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Юрий Аксенов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok